Первая лекция про, собственно, язык программирования и, так сказать, идеологическая и с демонстрацией черной магии. Как было уже сказано в прошлой лекции, я хочу показать, что это язык одновременно и высокого и низкого уровня, то есть он низкоуровневый, но все вещи, которые требуют унификации, будут скрыты все под капот. Большой кусок о том, как устроена программа на C, я думаю, что на лекции я его разбавлю примером кода, то есть вот в плане лекции там прям длинное полотенце, как устроена программа на C, а на лекции я думаю, что я по-моему покажу код сначала. Главные фишки C, что программа состоит из вызова функций и вообще является функцией, и даже главная программа main это тоже функция, которую кто-то вызывает, что все наши разные способы хранить данные в памяти на регистрах, на стеке, где-то еще все превращаются в одинаковые переменные, что данные, которые в случае ассемблера это только машинное слово или там двойное слово или байт или что-то такое. В C есть разные типы данных, они все разных размеров, в том числе составные данные бывают очень больших размеров, состоят из каких-то мелких. потом я приведу пример программы на C и если успею, я покажу, как эта программа на C транслируется в ассемблер и какие куски, на этой лекции это будет очень прикидочно, какие куски описания данных, циклы, условные операторы, вызов функций, в какой кусок кода на ассемблере транслируются. Мне кажется, я успею. Вот. Это, в принципе, может быть непонятно, вот, но знакомые инструкции, а также знакомые приемы, например, положить на стек или создать фрейм, вот это все должно в лекции возникнуть. И думаю, что на этом все. Так вот, к разговору о том, что C это такой идеальный макроассемблер и вычислительная модель языка C совпадает с вычислительной моделью самого процессора, а вовсе не какая-то таинственная, скажем, в том же C++ или Python, мы, вообще говоря, представляем себя не процессор, выполняющий нашу команду. Вот. Об этом будет разговор в ближайшую часть нашего модуля C-шную. Вот. А пока что вот та самая программа, которую я обещал, такая программа на C, которая что-то такое делает. Я, кстати, ее сейчас усложню даже, потому что тут нет кое-чего, что я хотел показать. Вот. И мы, глядя на эту программу, посмотрим вообще, как устроена, как у вас структура программы, написанная на C. Вот. Плохо видно, да? Давайте я тут... Ну ладно, потом. Значит, программа на C. Первое. Программа на C состоит из функций. Весь код находится внутри функций. Все, что мы пишем на C, это просто различные функции, которые друг друга вызывают. Вот. По стандартному совершенно протоколу, под капотом там лежит то самое соглашение о вызовах, которые мы пытались немножко потрогать в прошлом модуле и ужаснувшись, бросили. Вот. Слава богу, нам не нужно заглядывать под капот, в частности, вот эта функция, которая называется main, ей передается два параметра. Один из них типа int, а второй из них какого-то сложного типа, про который мы сегодня тоже поговорим, раз уж вы знаете C++. Да, но нет. Это не строка в том смысле, что в языке C нет типа данных, строки. Ну да. Да. Это, это, это ссылка, значит, ну, если уж говорить, если уж говорить совсем честно, да, это адрес адреса указателя на чар. Вот. Вот такая конструкция говорит нам о том, что это не просто адрес адреса, а массив таких адресов. Вот. И тем самым мы можем говорить, что это массив ссылок на чар. Вот. А всякий раз, когда мы видим в C ссылку на чар, мы подозреваем, что там на самом деле лежит строка. Вот. Помните, как устроены C-шные строки? Да. Точно так же, как они устроены в ассемблере, это просто последовательности байтов, кончающиеся нулем. Байтом, равным нулю. Вот и все. Тот самый аскиз, который мы в прошлом году уже видели, в прошлом семестре. Вот. Так вот, у функции main два параметра в данном случае, и она возвращает некоторое значение int. Вот. Если нам понадобится разбить код на мелкие части, чтобы не писать один большой-большой-большой-большой код внутри функции main. Мы сделаем так, как мы делаем в любых других языках программирования, выделим из этого кода нужные кусочки, и эти нужные кусочки поименуем функциями, будем их вызывать. Каждая функция может сопровождаться каким-то количеством параметров входных. Вот. И каждая функция может возвращать значение какого-то типа. Вот и все. Вот и вся премудрость функции все. Причем, ну, пока да, пока та. Значит, функция обязательно в программе, по крайней мере, тем программам, с которыми мы работаем, обязательно должна быть функция main, потому что функция main играет роль entry point, точки входа. Помните, я мельком рассказывал на лекциях, что вы можете в Марсе написать программу, которая состоит из множества подпрограмм, и что она будет начинаться с того места, которое вы укажете в специальной настройке Марса, что давайте начинать с метки main. Вот функция main устроена ровно так, да, то есть в вашей программе должна быть функция, которая называется main, и именно с нее начнется работа вашей программы, какие бы другие функции там ни были. Вот эти параметры функции main в большинстве операционных систем соответствуют параметрам командной строки. Вот. То есть предполагается, когда вы пишете на C, что программу, которая у вас получится, можно будет запускать где-то из командной строки и передавать ей параметры. Об этом у нас еще будет и в следующем модуле разговора, и в этом модуле тоже разговоров будет много, поэтому привыкайте. Вот. То есть, забегая вперед, у операционной системы может быть несколько вариантов интерфейса. В частности, у таких классических Unix-подобных операционных системах как минимум два, это binary интерфейс, три на самом деле, programming интерфейс и common интерфейс. Интерфейс вызовов, который, вообще говоря, люди руками не трогают. Это те самые системные вызовы, которыми мы пользовались в прошлом модуле, и это те самые системные вызовы, которыми мы будем пользоваться в этом модуле, но уже не пытаясь вручную имитировать все конвенции, которые связаны с вызовами. Помните? Там их много разных. В разных регистрах, в разных местах памяти, вот это все. Да? И стало быть, мы не будем непосредственно использовать API, Application Binary Interface, а будем использовать интерфейс программный, Application Programming Interface, когда мы говорим, что мы вызываем функцию, вписываем ей последовательность параметров определенного типа на языке C, и это и есть вызов функции. Получаем некоторые возвращаемые значения определенного типа на языке C, и это и есть результат работы функции. Вот во что превращается наш API, когда он оборачивается в язык C и превращается в Application Programming Interface. Вот. А забегая вперед, скажу, чтобы есть еще командный интерфейс, когда у вас много-много примитивов программ, разных программ в вашей операционной системе, которые решают различные подзадачи, и у этих программ есть способ с ними взаимодействия. Мы немножко с этими ключами и командами познакомились в прошлом семестре, и в этом семестре познакомимся сильно. Вот. Значит, это что касается функций. Значит, в конце этой лекции я допишу еще одну функцию, чтобы было более понятно, что бывает, когда функций много. помимо кода, который располагается внутри описанных функций вот здесь, внутри функций main, внутри других функций, которые у вас могут быть, есть еще данные. Все данные в... Нет, не все данные. Все данные, которые вы можете синтаксически как-то обозначить в вашей программе, называются все переменными. То есть вы, конечно же, можете написать программу на СИП, которая лезет куда-то в память, вот как мы это делали на Assembler, и что-то там оттуда выбирает просто по адресу, потом расскажу как, не сегодня. Но когда вы работаете с конкретными данными, какими-то конкретными сущностями в вашей программе, вы обязаны их именовать, и любая именованная область данных называется СИП-перемен. Вот. Обращаю ваше внимание на вот этот вот такой выверт, что речь идет не о том, что у вас есть какие-то абстрактные типы данных, странные, которые вы сами определяете, и потом говорите, что переменная – это экземпляр такого типа. СИП-переменная – это кусок памяти именованный. Да, этот кусок памяти может быть различных типов. Например, есть обычные типы скалярные, там числовые разного размера, плавающие вещественные разного размера, составные типы, не скалярные. Указатели, в конце концов, тоже такой тип данных. Вот. Но главная идея СИ совпадает с главной идеей ассемблера в этом плане, что у каждого типа данных фиксированный тип, сильный размер. например, скажем, данные типа чарт – однобайтовые, а данные типа инт – какие? А это уже зависит от того, как у вас устроен процессор. На каких-то очень старых компьютерах они были 16-битные, на современных бывают 32-битные, и только кажется, что 64-битные все-таки это уже не инт, а long-инт. Надо проверить. Вот. То есть, уже на этом уровне, на уровне объявлений простейших типов данных, язык СИ отказывается от изобретения какой-то своей собственной вычислительной модели, новой, и говорит, вот как у вас на процессоре инт устроен, так и у вас и в языке будет инт устроен. И это будет нас преследовать по всему. Вот. Значит, соответственно, поскольку речь идет о том, что переменная – это кусок памяти именованный, понятное дело, что размер этого куска, он всегда одинаковый. Вот если у нас целочисленная переменная, то она всегда будет занимать, скажем, 32 бита. Если у нас переменная там, не знаю, вещественной двойной точности, то, соответственно, 64. В отличие от некоторых других языков программирования, так же, как в C++, все перемены должны быть определены. Причем, в отличие от C++, где место определения переменной – это такой контекст. Внутри каких-нибудь скобочек можно взять и определить переменную. Или, например, внутри цикла for. Часто пишут for и int i равно 0, там, бла-бла-бла. В языке программирования СИ, по крайней мере, в том варианте, который появился изначально, переменные можно было определять только там, где уместно определять переменные трех различных стратегий размещения. У переменной бывают, значит, все переменные бывают трех разных, не скажу типов, потому что типы – это про другое, трех разных видов, разных стратегий размещения. Мы можем их вспомнить по нашей работе с ассемблером. Помните, переменные бывают те, которые мы положили непосредственно в памяти, назвали их меткой. Что-то такое, двоеточие word. Помните такое? Переменные бывают локальные. Это те, которые мы передаем на стеке нашей подпрограмме. В СИ это, как вы понимаете, очень актуально, потому что весь код находится внутри подпрограммы. И, соответственно, в отличие от статических переменных, от глобальных переменных, которые всегда лежат в определенном месте памяти, их фактически заводит компилятор перед тем, как запустить программу. То есть они уже внутри с компилированной программой есть, эти места для этих переменных. Локальные переменные, которые передаются на стеки, они живут ровно столько, сколько живет вычисление вашей функции. Функция вызвалась, переменные завелись, вы из функции вышли, переменные, ну скажем так, непонятно, что с ними стало. То есть, вполне возможно, вы даже можете запомнить адрес такой переменной, но что там будет лежать, вам никто ничего не гарантирует. Абсолютно такая же история, как со стеком в Assembler. Помните, вы вошли в подпрограмму, если вы соблюдаете конвенции, не портите стек, то вы можете пользоваться стеком, там, кусочком кадра от стека для того, чтобы хранить там локальные переменные. При этом адрес локальной переменной не фиксирован, он всегда является смещением от вершины стека. Вы вошли в вашу подпрограмму, возможно, стек уже был забит, но со смещением 1 у вас лежит 0, со смещением 4 другое, со смещением 8 третье, ну и так далее. И третья стратегия размещения переменных, это размещение их непосредственно на регистрах, если это возможно. Вы можете захотеть для ускорения работы вашей программы объявить некоторые переменные немножко регистрами, и компилятор будет стараться вообще не класть эти данные в память, а положить их в регистр, и больше этот регистр не трогать, а трогать его только тогда, когда вы с этими переменными совершаете какие-то вычисления. Мы сейчас все это увидим. Три стратегии размещения. Вообще говоря, и это одно из свойств языка программирования C, вот эти три совершенно разные способа хранения данных, которые мы по-разному использовали в основном, с точки зрения программистов на C, выглядит совершенно одинаково. Что глобальные переменные, что локальные, что регистровые, это просто переменные. Единственная разница между ними состоит в том, что глобальные переменные имеют глобальную видимость, есть, вы можете в любом месте кода на них ссылаться. А локальные переменные не имеют, потому что на них ссылаться можно только из кода той подпрограммы, внутри которой они объявлены. Вот в нашем примере есть две локальные переменные, причем же регистровая. И мы можем ссылаться на переменную flt, работать с нею из нашей подпрограммы main, а вот из другой функции мы можем работать с переменными num и flt, но не можем работать с переменными i и j, потому что они локальны для нашей функции main. И это, понятное дело, что с одной стороны, это как во всех таких более-менее классических языках программирования локальные переменные, которые живут внутри функции и только там видны, а с другой стороны, у этого есть обоснование. Переменные, размещенные на стеке, после выхода из подпрограммы вообще непонятно, где лежат. Эта часть стека считается свободной, она может быть спокойно, замусорена, чем угодно. Поэтому надеяться на то, что даже если мы сохранили адрес этой переменной, надеяться на то, что мы полезем в то место, где она лежит после выхода из функции main, и что-то с ней сделаем, нельзя. Там может лежать уже мусор. Что касается типов, то типов в языке программирования C ровно три вида. Это скалярные типы, коих всего два. Ну, скажем так, два подвида. Целочисленные разных размеров и вещественные разных размеров. А также целочисленные типы бывают знаковые и беззнаковые. Мы из курса ассемблера помним, зачем так. Чтобы можно было сэкономить еще один бит. Вот. И положить там в байт, ну, например, число 250, которое, если это знаковый байт, туда не влезет. Потому что от минус 128 до 127. Второй тип данных — это, собственно, указатели, которые в языке программирования C представляют собой банально адреса. Те самые адреса, которыми мы с вами пользовались в ассемблере направо и налево. Вот они и есть указатели на данные. Единственное и важное отличие указателей от адресов в ассемблере — язык программирования C всегда знает, на какого, на элемент какого типа данный указатель указывает. То есть у вас нету, есть на самом деле, есть такой абстрактный тип указатель, но это неважно. В большинстве случаев у вас нету универсального понятия указатель на все. Вот в ассемблере он есть, в ассемблере есть просто адрес. Вы сами должны помнить, что если это адрес, скажем, целого числа, то следующее целое число за ним в массиве лежит с шагом 4. А если это адрес байта, то с шагом 1. А если это адрес дабл в двойной точности вещественную, то со смещением 8 лежит в следующее число. В C, поскольку сам компилятор знает, что вот данный указатель является указателем на элемент такого-то типа, он хорошо себе представляет, какого размера элемент этого типа и сам может прибавлять нужное количество байтиков, когда увеличить указатель на единицу. В частности, вот здесь. А, нет, здесь не очень хороший пример, потому что это указатель на указатель. Ну, когда мы до указателей доберемся, мы подробно про адресную арифметику поговорим. И, наконец, третий вид данных, это составные данные НОСИ. В первую очередь, это структуры. Под структурой НОСИ понимается некоторое описанное вами, ну или кем-то еще, набор данных различного типа в конкретном порядке, размещенный в памяти в конкретном порядке, и понимаемый языком программирования НОСИ, как один такой составной элемент данных. То есть, вот это то, чего мы, к сожалению, не успели сделать в прошлом модуле и не успеем сделать вообще на АСЭМнере, помоделировать различные составные типы данных. В планах это было, но мы шли довольно медленно и пришлось этим пожертвовать. Вот. если бы мы успели это сделать, вы бы поняли какое-то страдание. Вот. Моделировать составные типы данных на АСЭМнере и, собственно, именно избавление от этих страданий обещает нам язык ХИ. Ну, вам повезло дважды, у вас и страданий не будет, одно только избавление. Вот. Значит, структуры, повторяю, это наборы данных различного типа, возможно, одинаково, неважно, да, в определенном порядке, каждый, который трактуется как отдельный кусочек, отдельная переменная, лежащая подряд в памяти. Вот. Возможно, еще к составным типам данных можно причислить массивы, как таковые, но, как мы увидим, особой принципиальной разницы между массивом и просто куском памяти, в которую вы последовательно обращаетесь за данными определенного типа, в СИ нету. Ну, собственно, что такое массив? Массив – это последовательность данных одного и того же типа, расположенная в памяти подряд. Это определение, как бы, дает нам возможность вообще не использовать отдельный, специальный тип под названием массив, а говорить, вот вам адрес, начиная с этого адреса лежат, допустим, целые числа. Указатель на этот адрес будет целочисленный, значит, в адресной арифметике следующий элемент будет следовать через 4 после предыдущего, ну и так далее. Вот. Что касается… Да, ну вот, давайте посмотрим. Вот у нас глобальная целочисленная переменная, вот у нас глобальная вещественная переменная, вот у нас локальная целочисленная переменная, и вот у нас регистровая локальная переменная. Здесь используются неявно массивы типа чар, вот они. Самого такого массива здесь нету, ну, я думаю, об этом поговорим еще. Что еще можно сказать по язык программирования ИСИ, кроме того, что я уже сказал? Как у него устроен код внутри? Ну, слушайте, это уже такой из серии заметки капитана очевидность. Код состоит из выражений. Вот. Вот таких, например. Вызовов функций. Вот это все вызовов функций. Потому что со скобочками скруглыми. Которым вы передаете фактические параметры. Вот. Операторов управления потоком вычисления, циклов и условных операторов. А еще в ИСИ есть такой, я бы сказал, неструктурный оператор, который называется свитч-переключатель. Это то, что мы в более настоящих структурных языках заменяем цепочкой операторов ИВ. ИВ А равно 1 сделать то-то, ИВ А равно 2 сделать то-то, ИВ А равно 3 сделать то-то. И вот такая вот лесенка. Вот. В языке программирования СИ отдельно есть оператор свитч, который делает именно это. Вот. Когда мы до него дойдем, я покажу, зачем он нужен. Почему он вообще, не зачем, а почему, почему он появился. Ну, вот, например, типичное выражение на СИ. Обратите внимание на операцию прибавления. Я думаю, что все ее помнят. Потому что она и в питоне есть. Вот. Такие вот дела. Значит, если совсем коротко, да, а, нет, забыл. Еще одно свойство языка СИ, это, разумеется, как языка, как это, как хорошего, как самого лучшего в мире макроосценного. Это, разумеется, макрокоманда. Вот помните, видите, вот до этого мы успели дойти в прошлом, в прошлом модуле, что на ассамблее вообще очень тяжело программировать без макроса. Потому что там встречаются последовательности команд, которые постоянно одни и те же. И мы задаем специальный макрос, говорим, вот этот макрос будет там, делить этот макрос там, или там, что-нибудь заносить. Помните у нас волшебный макрос, который мы делали на семинаре, по укладыванию в память, этой самой, нет, по непосредственной загрузке вещественной константы. Вот нет такой команды в ассамблее. А макрос написать можно. Будет заводить локальную переменную, класть туда константу, и потом из этой локальной переменной немедленно забирать и засовывать в регистр. Вот. Так вот, поскольку люди, которые писали ИСИ, они, разумеется, думали о том, как, ну, воспроизводили технологию программирования им современную, в ИСИИ есть макропроцессор, который выполняет две задачи. Первая задача – это макрокоманды. У нас, правда, здесь команда очень простая, она не параметрическая. Вот она. Вот эта константа – это макрос такой. Вот здесь он используется. Вот. Значит, но, все, разумеется, макросы параметрические, то есть, можно передавать, задавать макросы, которые будут обрабатывать параметры разные, и почти наверняка некоторые, некоторые вызовы стандартных функций в действительности макросы. Я почти уверен, что скант – это макрос на самом деле. Он вызывает какую-нибудь замороченную функцию, странную, вовсе не скант, передобавляя в эти параметры что-то. Вот. И макросы в C, сам язык, макро-язык в C, он называется препроцессор, достаточно мощный. В нем есть такие штуки, до которых мы опять-таки не добрались в прошлом модуле, потому что не хватило времени, а именно, ну, кстати, не добрались бы, потому что их в том ассамбере, который мы изучали, просто не было. а именно вычисление периода компиляции. А что такое вычисление периода компиляции? Это ситуация, когда компилятор, обрабатывая ваш исходный код, компилятор, который должен сделать еще потом бинат, берет и, например, говорит, так, слушайте, вот вы ему говорите, если такой-то макрос определен, вот этот кусок кода транслировать, а если не определен, не транслировать. Или, если такой-то константа больше, чем, не знаю, 8, то компилирует вот такой код, а если меньше, чем 8, то другой. То есть, уже в момент превращения вашего исходного текста в файл бинарный, компилятор вычисляет какие-то выражения, и в зависимости от этого, вычисления этого выражения, как-то по-разному интерпретирует содержимое этого текста, например, компилирует и не компилирует кусочек. Вот. Сейчас, наверное, стоит привести пример, потому что на словах это выглядит непонятно. Вот. А вторая задача, это включение в исходный текст файлов с другими исходными текстами. Вот это в марсовском ассамблере было, не помню, рассказывает или нет, кажется нет, ну просто потому, что нам необходимости такой не было. А может и была. Не помню. В общем, идея стоит в том, что когда вы пишете на ассамблере, у вас образуется некоторая пачка кодов, в первую очередь, макросов, которые вы используете для того, чтобы работать, и вы эти макросы вставляете во все программы всегда копипастить. Вот. И зачем их копипастить, если можно сказать include и включить эти макросы одной строкой, вот так, как это сделано здесь. в случае c у вас вот в таком include в таком включаемом файле лежат в основном как раз таки определения различных макросов, а еще описание функций, вернее определение функций. Про определение функций мы чуть-чуть поговорим сегодня в качестве примера, а более подробно поговорим тогда, когда нам будет соответствующая тема. вот. Если все это сложить в одну коробочку, получится примерно следующее, что у нас есть некоторый код на вполне читаемом языке программирования, даже не зная до конца сим, можно понять почти все, что здесь написано, а то, что не вполне понятно, потом можно будет доучить, что называется. Вот. Который довольно однозначно превращается в некоторый код на ассемблере путем трансляции. Компилятор C переводит исходный код на языке C в код на языке ассемблера. А уже потом на него натравливается ассемблер, который переводит этот код в бинарный код. Вот. Кстати сказать, помните, у нас был в самом начале разговор про интерпретируемые и компилируемые языки программирования. Так вот, язык C, он компилируемый для того, чтобы превратить программу из языка C в программу, которую можно будет выполнить, нужно вызвать компилятор. Можно сказать, вот так вот. О! У меня здесь не стоит компилятор. Удивительно. Так. Давайте тогда мы вот что сделаем. Тогда мы сделаем вот такую штуку. Да, страшно, правда? Она пускай работает. Вот. А я пока продолжу рассказывать. А, про компилированный язык. Значит, сейчас. Где у нас тут? Окошечка наша. Сейчас она загрузится. Значит, что мы будем... Немножко к практике. Что мы будем делать в течение семестра? По крайней мере, пока я планирую так. Если там возникнут какие-то сильные необходимости, мы можем всегда это перевернуть. В течение семестра мы не будем пользоваться непосредственным компилятором СИ на наших операционных системах. Во-первых, у нас у всех операционные системы разные стоят на машине. Во-вторых, у нас, возможно, стоят разные компиляторы СИ. Мы будем запускать эмулятор. Причем эмулятор, как видите, довольно медленный. Страдайте. Зато это эмулятор настоящей MIPS-машины с ассенером, который мы уже знаем. Я надеюсь за сегодня успеть показать, как выглядит вот та самая программа, на которую мы только что смотрели. Как она выглядит на ассамблере. И, уверяю вас, мы там узнаем практически все. По крайней мере, за очень небольшим исключением, который на самом деле тоже... Ассамблер, который эмулирует QM, он все-таки гораздо более новый. Это даже на самом-то деле 64-разрядная структура. Только мы этого не увидим. Вот. Почти. И, соответственно... Соответственно... О, вот он меня уже пускает. Так, я неправильно сделал. Надо не так сделать. Это я сейчас могу использовать. Да. Ну так вот. Значит, мы уже оттестировали работу этого эмулятора под Windows и под Linux. Под macOS еще пока впереди. Но я думаю, что все у нас получится. Вот. Он действительно слегка медленный. Ну, например, здесь он еще до сих пор не загрузил графическую оболочку. Но нам графическая оболочка не нужна от слова совсем. Вот. Можно сделать, скажем, вот так вот. Что-что-что-что? Почему нет? Сейчас. Минуточку. Может, я ошибся? Да что такое? Ну вот. Ну вот. Значит, когда она немножко перестанет тормозить, мы увидим, что мы попали в некоторую командную строку. Ничего слишком страшного в этой командной строке нет. От нее потребуется только запускать редактор и компилятор. Больше ничего. Вот. И эта командная строка внезапно принадлежит операционной системе UNIX, запущенной на процессоре MIPS64. MIPS. Вот. Собственно, именно ради этого я и решился на использование целиком большого эмулятора в нашем курсе. Вот. То, что он не очень быстрый, я не думаю, что это нас сильно остановит, потому что, ну, вот так-то он работает. Ну, так вот. Давайте-ка мы тогда прямо скопипастим вот этот пример туда и посмотрим, как он работает. Что это было? А, все нормально. Во! На самом деле, вот этот пример получен. Сейчас я вам покажу его. В нем есть еще одна функция. Че-че-че-че-че-че? Эй, ты. Во! Смотрите. Чем этот пример отличается от предыдущего? В нем описана еще одна функция. Вот этот, так называемый, заголовок функции. Мы говорим, ребята, у нас есть функция FUNCT, которая передается один параметр типа FLOT и которая возвращает значение FLOT. Эту функцию FUNCT я могу вызвать внутри своей программы. Обратите внимание, что в отличие от функции PRINT и SCANT, где мы не пользовались возвращаемыми значениями, здесь мы возвращаемыми значениями пользуемся. Вот. И вот эта функция, она, правда, ничего не делает, она просто возвращает единицу на F, но тем не менее. Видите, как это устроено? Вот мы описали тип возвращаемого значения, вот мы описали переменные локальные, которые ей передаются, так называемые формальные параметры. Вычислили какой-то результат и его вернули. Давайте мы ее, по-моему, скомпилируем просто тупо, скажем, CC. Вот это экземпль точки С. Вот она пожужжала, пожужжала, еще пожужжала. Ничего не произошло. На самом деле образовался файл под названием A.out. Если вы не указываете компилятору, как называется файл, то он будет называться так. Вот. Да, ну давайте посмотрим, что программа-то делает, а то мы его скомпилировали, а посмотреть не посмотрели. Она вводит целое число, запускает какие-то два вложенных цикла на N квадрат пополам. Да? Здесь от единицы до N, а здесь от единицы до I. И считает сумму значений, обратной вот этому же. Вот. Совершенно бессмысленная программа, которая считает абсолютно бессмысленное число, но, возможно, в этом был смысл. Вот мы эту программу запускаем. Она говорит, введите. Я ввожу. И она считает вот это. Что при этом происходит? При этом происходит такая вещь, что мы начинаем… Значит, кто-то, исполняющий систему языка программирования C, так называемый runtime, вызывает функцию main первым делом. В выполнении программы происходит, так сказать, понятное дело, последовательно. Все тут, в общем, ничего военного здесь нет. Вот. В тот момент, когда мы вызываем функцию func, мы входим в функцию func, вычисляем то, что есть там. То есть, в принципе, людям, которые уже программированы на C++, вот эта вся картинка не должна представлять особых странностей. Вот. Гораздо интереснее, что будет, если мы посмотрим на ассемблерный код, который генерит компилятор при обработке этого файла. Я написал специальный скрипт, довольно страшненький, который называется compile, который вызывает компилятор с особыми опциями. Эти опции настолько особые, что код, который он порождает, очень похож на то, что мы знаем и так. Вот смотрите. В живом, настоящем, боевом ассемблере, а это ассемблер работающий, то, что мы сейчас видим, в нем гораздо больше директив, чем то, что мы проходили с вами. Почему там больше именно директив? Потому что, когда вы формируете бинарный код вашей программы, есть слишком много договоренностей, про которые мы с вами знать не знаем, но которые нужно соблюдать. Поэтому директивы, натинающиеся на точку, некоторые из них, будут нам неизвестны. Ну и ладно. Ну и всякие точки модуля. Ну вот, например, директивы точка текст мы знаем. То, что начинается на доллар, возможно, я даже упоминал такую способность современных ассемблеров, это так называемая временная метка. Это такая метка, которой в коде программы у нас нету, но сослаться на нее в ассемблере надо. Например, мы в ассемблере использовали константу, которую надо где-то хранить, и потом на нее ссылаться. Таких временных меток в программе будет в количестве. Вот, например, метка LC0. Чему она соответствует? В строке введите число. Кардинал – это целое число больше нуля. Вот. Ух, тут даже нет слова «аскиз», а вместо «з» в конце идет нолик. Вообще-то она умеет слово «аскиз», но почему-то решила вот так написать. Видите, да? Что, на самом деле, это наш старый добрый аскиз, который является последовательным байт. И последний байт – ноль. То есть, на самом деле, аскиз. Да? Вот. Дальше идет align2. Помните, что такое align2? Это выравнивание текущего места, откуда у нас будут размещаться переменные, на 2 в степени 2, на 4. Это на всякий случай, если у нас какое-то нечетное количество байтов, а я в этот момент захотел разместить там, допустим, вещественное число. Или целое. Вот. Точно так же вот тот %d, точно так же result. Обратите внимание, что у нас есть наша глобальная переменная num. Вот она. Она равна 100500. И это 100500. глобальная переменная флоты, которая равна там числу е, кажется. Но поскольку это вещественное число, мы с вами помним, что формат хранения вещественного числа, он довольно замороченный. Так что можно поверить мне на основу, что это вот это. Да? Видите? Здесь не написано точка флот. Здесь написано точка вор. Но та ересь, которая после этого точка вор идет, на самом деле это просто вещественное число, превращенное в целое. Помните такую штуку из прошлого модуля? Что у нас на вещественное число отводится 4 байта. И на целое число отводится 4 байта. И только от нас зависит тот факт, как мы интерпретируем эти 4 байта, как целое и как вещественное. Вот. И в данном случае компилятор решил не заморачиваться. Это же константа. Константа. Вещественная. Да какая разница? Вот потом мы ее будем использовать как вещественное число. А сейчас, ну, вот. Короче, если кто мне не верит на слово, что это число 2718, 2818, 2845, 2945, пускай не верит, потому что мне кажется, что до такой точности оно не доходит. Вот. Вот, в общем, в таком духе у нас идет секция дата. Вся. Для нас, в общем, вот это вот двоичное представление того, что у нас лежит справа, вот это где-то там Е. Вот это 45, 65, да, Е. Ну, в общем, шестеричное представление. Вот. Вот. Со звездочкой у нас указаны строки исходного файла. Вот. Ну, вот они есть. То есть вот эта секция дата, она вся соответствует вот этому описанию. Вот. Обратите внимание, что некоторое описание, например, описание функции, вообще ни во что не превращается. Это всего лишь такой сигнал компилятора, такой компилятор тебя тут ожидает вещественная функция функции с одним вещественным параметром. Ну, в общем, будь готов. Вот вам, пожалуйста, мы. Та самая, с которой будет начинаться все. Ну, вот этот вот макрос .ent, догадайтесь, что это такое. А? Entry point. То есть это означает, что выполнение этой программы будет начинаться именно с... Это не макрос, это директива, пардон. Именно с метки main. Собственно, вот то, что мы выставляли галочкой в этом самом марсе. Вот. Обратите внимание на макрос определения фрейма. Он ни к чему не приводит. Это такая команда к компилятору, чтобы тот знал, что фрейм в данном случае будет состоять из восьми переменных, из трех регистров. Ну, вот. Что это такое, я вообще не знаю. И бог бы с ним. А дальше нас встречает наш любимый ассемблер. Ой. Я правда не знаю, что это за макрос. Смотрите. Что мы делаем? Мы заполняем фрейм. Помните такую упражненницу с кадром? Вот он. Мы набиваем stack pointer. Сохраняем туда старый frame pointer, кстати. Запоминаем новый frame pointer. Да? Зачем мы это делаем? Чтобы локальные переменные работали. Когда мы не просто ходим по stack, а фиксируем во frame pointer начало кадра, мы можем от этого начала кадра отмерять локальные переменные. Что, собственно, и происходит. Вот оно. Это, я так думаю, что это наши параметры. argv и argc. Соответственно, со смещением 40 и 44 во фрейме лежат. Вот объявление локальных переменных int и регистр int g. Вот вывод функции print. Как это делается? Загружаем адрес. локальные метки lc0. Вот капитан очевидность подсказывает нам, что там будет написано enter cardinal. Загружаем его в четвертый регистр. Обратите внимание, здесь нет нотации по назначению регистров. Здесь просто $4. И внезапно вызываем функцию print. Jump and link. Дальше. Как вызывается функция scan? Да точно так же. Загружаем в пятый регистр num, в четвертый строчку %d. Обратите внимание, как это сказать, наблюдение за поведением assembler подсказывает, что в данной конвенции в $4 передается нулевой параметр функции, а в $5 первый. Это, соответственно, A0 и A1. И вызываем какую-то фигню. Я говорил, что у нас функция scan заменится макросом на что-нибудь. Вот она заменила вас. Но это не должно нас пугать. Ну, господи, значит, есть много разных scan. И в данном случае макрос, который назывался scan, при подстановке подставил вот такую ерунду. Почему бы и нет? Вещественная переменная flt, которая равна 0, вообще валяется у нас на регистре, обратите внимание. Не может быть такого. А, нет. Какой регистр? Нет, все интереснее. Мы просто записали 0 в ячейку данных по адресу flt. Нет там ничего никакого регистра. Записали туда 0. Вот. Мы помним, что вещественный 0 равен целочистному нулю. Нам повезло. Вот если бы здесь был не 0, давайте сделаем не 0, интересно. Если бы здесь был не 0, а хотя бы там 1.1, то код бы поменялся. Вот. И там бы была более хитрая система к последовательности команд, которая бы инициализировала этот самый flt. Давайте посмотрим. Вот. Вот. Ворд. Фром. Этот самый. Кпроцессор 1. Или ту кпроцессор 1. Видимо. Вот. Фром. Из метки lc2 в flt, а потом story word из f0 в flt. Обратите внимание на абсолютную бессмысленность этих двух строк. Что мы делаем? Мы берем метку lc2. Что там лежит? lc2. Вот она. Там лежит 1.1. Мы берем из локальной, из константы. Мы берем, это константа 1.1. Мы берем эту константу 1.1. Загружаем его в вещественный регистр f0. С помощью вот такой псевдоинструкции, которая в данном случае в конкретном версии MIPS есть. У нас в марсе ее не было. Помните, мы матрос писали для этого. Тут есть такая инструкция, потому что она нужна. А потом выгружаем обратно, но уже в переменную flt. Совершенно бессмысленные действия. Если мы писали на assembly, зачем это все делать? Взяли из памяти, загрузили в регистр, а потом загрузили обратно в другую память. Но мы пишем на C. В C есть константа и есть переменная. Мы написали переменная равно константа. Это и есть надпись переменная равно константа. flt равняется 1.1. Вот. Как раскрывается цикл? Ну, очень просто. Мы загрузили, загрузим единичку в нашу переменную i. Напоминаю, что она локальная, значит, лежит на стеке. Вот она. Со смещением 20 в кадрике. Вот. Дальше мы уходим на L2. L2 это тело цикла. А, L2 это проверка. Ну, смещение 20. Это где-то внутри кадра. Так получилось. Это компилятор посчитал. Да, это компилятор посчитал. Помните, я говорил, что довольно традиционным поведением является заведение большого кадра сразу. Что нам не лень потратить немножко байта. Зато в нем сразу будет понятно, где лежат локальные переменные. Вот так оно и есть. В этом кадре лежат какие-то еще что-то такое. И первым попавшимся локальные переменные оказалось с смещением 20. Вот и все. Кстати сказать, обратите внимание, что, допустим, у функции main RGC и RGV, которые переезжают, они вообще лежат с смещением 40 в 44. Значит, вот еще 10 каких-то адресов или целочисленных переменах там на что-то потрачено. Вот. Значит, как организован цикл? Цикл организован смешно. Мы сначала прыгаем на конец. В этом конце проверяем i меньше num. А именно загружаем во второй регистр num. Внимаем нашу i из локальной переменной. Сравниваем. Помните это? Set less than. Установить в регистр 2. True или false. В зависимости от того, регистр 3 меньше регистра 2 или нет. И дальше, если он не 0, шух-шух-шух. Мы прыгаем на продолжение. То есть, мы прыгнули на конец, там проверили условия и прыгнули на продолжение. Середина цикла. Вот. Дальше что там? Дальше у нас и плюс... Нет. Дальше у нас там... А, да. Там и плюс-плюс видим. Нет. Сначала нужно... Сначала нужно... Сначала нужно вот это, да. Мы должны взять flt плюс-плюс фун. Мы забираем из f0 в 16 регистр что-то. Превращаем его в ворд. Кладем обратно. А, смотрите что. У нас житый у нас... Смотрите. Это еще одно свойство языка c. Житый у нас какого типа был? Это счетчик. Он был целый. А у функции flt параметр вещественный. Нам нужно сконвертировать в вещественное. Что мы, собственно, и делаем. Вот. Кладем в... Куда? В f0, да? Или вот сюда? Откуда куда? Я уже забыл. f12. Сюда. Кладем сюда. Вызываем функцию funct. Она там где-то в конце должна быть. Вот она. Которая там что-то делит. Мы даже не будем разбирать как это делит. Поверьте мне, что она это делает. Вот. Возвращаемся обратно. Дернули эту функцию в функцию. Вот. Забрали значение, которое возвращается у нас в f0. И положили его в flt. Все как у людей. Обратите внимание на то, как устроен... Обратите внимание на то, что переменная i у нас была объявлена как локальная на стеке. И всякий раз, когда мы хотим что-то сделать с i, мы ее забираем со стека и кладем на стек. Вот. Переменная j у нас была объявлена как регистровая. Вот. И это значит, что она будет размещена на индивидуальном для нее регистре. И все время с ним это... Сейчас давайте найдем. Вот. Вот он. И это будет S0. 16 регистров. Все. Мы заняли один регистр S. Мы, кстати сказать, согласно конвенциям знаем, что этот регистр не испортится при вызове других подпрограмм. Это значит, что мы можем смело положить туда число. И знать, что оно там будет всегда до сих пор, пока мы сами его не испортим. Вот. И нигде на стеке оно не хранится. Всякий раз, как нам нужно ходить к G, мы ходим к 16 регистру. Видите? Вот здесь. Где там еще? Вот здесь. В общем, везде. Такие дела. Вот. Обратите внимание, что реальный код оброс большим количеством дополнительных директив. Реальный код оброс... Да, ну и там в конце, как видите, в каждой функции есть работа с фреймпойнером, восстановление его. Ну, как обычно все. Вот. Вот оно. Смотрите. Прямо вот как у нас в программах был. Прямо один в один. Да? Восстановили значение кадра, вынули из кадра сохраненный адрес возврата старый кадр. А это что такое? А. Это то, что мы возвращаем. Это Джей. А нет, Джей, мы не возвращаем нифига. А зачем мы его тут? Ну, зачем оно тут? Непонятно. Непонятно. А что там вообще лежит в 28? Непонятно, потому что... А, да-да-да-да, точно, точно. Поскольку мы определили регистровую переменную, мы ее должны здесь вначале... Вот она. Мы ее запровезли туда, да? Содержимое 16-го регистра мы положили в стэк, пожевали и вынули его здесь. Совершенно справедливо. Ну, смотрите. Никаких загадок. Все совершенно прозрачно. Вот. Не просто, но прозрачно. Такие дела. Вот. В действительности настоящий ассембленный код выглядит не совсем так. Если нам хватит времени, мы посмотрим как минимум на то, как выглядит позиционно независимый код. Этот код позиционно зависим. Там реальные адреса используются. Вот. Позиционно зависимый код не очень удобно использовать в жизни, потому что... Ну, например, если мы пишем специальную, так называемую, разделяемую библиотеку, то мы не знаем, в какое место память она пойдет. И все адресация там должна быть относительно какого-то специального регистра, который называется GlobalPointer. Но об этом, наверное, потом. Значит, теперь относительно того, что... Да. Значит, она там загрузилась. Что это? А, это скринсейвер, господи. Ну, вот. Значит, перед нами дистрибутив наш. Компании... Ну, как бы... Даже не компания делает, это прям комьюнити изготавливает. Дистрибутив, который для... Специально для эмулятора QEM сделан, для Nips машин. В принципе, мы... Ну, команда наша делает еще для российских этих... Байкалов. Еще для чего-то. Ну, короче, там, помимо эмулятора, есть еще поддержка настоящего железа. Вот. Но нам он нужен именно для того... Так. Не умещается. Да, он не умещается. Сейчас подождем. Подождем. Или уже не подождем. Вот. Значит, нам он нужен, вообще говоря, просто для того, чтобы... ... Сейчас, где-то... ... 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 это не вот это. Короче, нет, ладно, тогда не буду на лекциях показывать эту фигню, давайте лучше вот здесь. Вот это же тот же. Да. Значит, нам он нужен для того, чтобы, всего для двух вещей, в принципе, если ваша машина достаточно быстрая, я надеюсь, наша машина в практике будет быстрее, чем вот этот ноутбук, вот, то можно пользоваться и графической средой, но если нет, достаточно консоли, вот, и, собственно, если кто не знаком с редактором ВИА, можно использовать редактор ВИА, едет, вот. В принципе, если я не ошибаюсь, здесь стоит гид, соответственно, вы можете, в принципе, редактировать файлы на стороне, сохранять их в гид-репозитории, а потом всасывать гидпулом сюда и здесь только компилировать. Вот. Процесс компиляции и запуска, как выглядит? Вы взяли файл, отредактировали любым редактором, который вам понравился. Это было .h. Вот. Получили вот такую программу, в которой будет несколько предупреждений. Записали его в файл, эту программу. Вот она. Вызвали компилятор. Он вам поругался. А, он говорит, нет, если файл из-то ди-о-аш, потому что он с большой буквы случайно оказался. Ща. Вызвали компилятор. Компилятор вам поругался, выдал вам ошибки. Современные компиляторы умеют прямо показывать, вот здесь, говорит, ошибка. Видите? Вот эта ошибка красненькая. Вот. Он опять поругался. А, я кавычки забыл. Кавычки забыл закрыть. Кавычки забыл закрыть. Вот. Да что ж такое-то? Потому что, потому что я тороплюсь. Потому что одновременно, ну, короче. Спать надо больше. Бывает и так, и так. Значит, язык программирования C, опять-таки, не знаю, как там все плюс-плюс, и там все слегка хитрее. В C все очень просто. Принт и фы. Я еще принт вместо принт сказал. А, кстати, обратите внимание, сейчас покажу на одну важную вещь. Это важно, что я сделал такую ошибку. Будем считать, что даже я ее сделал специально. Вот. Язык программирования C, include в двух местах всего ищет. Первое место, это стандартные include файлы. Это вот здесь вот. Их там очень много. Vue, sir, include. А второе место, это в текущем каталоге. И если вы пишете в кавычках, то это текущий каталог, а если в уголовных скобочках, то это вот так. Значит, теперь относительно того, что нам сказал компилятор. Обратите внимание, я вызвал функцию print. Компиляция прошла. Не прошла так называемая компоновка. Почему? Компилятор смотрит ваш текст и видит, у вас есть функция main, у вас есть вызов функции print. Ему хорошо. Он говорит, знаете, предупреждение, а не дурак ли вы? Вы написали print, а хотели print. Видите, тут даже написано, вот, как это, пароль не елка, а палка проходили. Вот. Но, тем не менее, это всего лишь предупреждение. Компилятор сказал, я вас на всякий случай, я вас предупредил, а дальше ваши проблемы. Вдруг у вас действительно функция print. Получился файл, состоящий исключительно из кода, исходного нашего, ну, вернее, из скомпилированного кода, в котором некоторые имена, например, print, никуда не идут. Дальше, следующим этапом, идет компоновщик. Компоновщик – это программа, которая собирает из уже скомпилированных кусочков один большой бинар. Функция print определена в библиотеке, так называемой. Про это мы точно будем говорить, но не сегодня. Вот. И на этапе компоновки, на этапе сборки из нескольких кусков работающей программы, компоновщик, он называется LD, тут нет слова LD, есть LD. Говорит, ребята, где ваша функция print лежит, я не знаю. Работать не будет. Ера. Окей. Принт и фу. Что-то еще одно хотел сказать и на этом закончить. Фу. Вот. Обратите также внимание на то, что ошибка, не ошибка, а ворнинг остался. Я, видите, как лениво функцию main написал. Без типов, без переносов. Она говорит, слушайте. И это еще одно свойство языка программирования he. Он очень-очень-очень толерантен. Он говорит, вы тут неправильно написали, но я все равно скомпилирую, может быть, вы так хотели. Ваша функция возвращает столчисленное значение? Должна. Потому что вы ее не описали. Любая функция, которая вообще никак не описана, по умолчанию возвращает им. Ну и ладно. И оно даже будет работать. После компиляции образуется файл под названием a.out. Если вы хотите, чтобы он назывался по-другому, написать минус o, ну и дальше что-нибудь. Pro. Смотрите. Теперь после компиляции образовался файл pro. И вы должны его запустить. Для того, чтобы его запустить, нужно, чтобы указать путь до этого файла. Если вы напишите просто pro, я думаю, ничего работать не будет. Как вы думаете, почему? Значит, ответ очень простой. Поскольку мы работаем в командной строке Unix-подобной операционной системы, то есть специальное место, которое называется переменная окружения pub, в которой описаны каталоги, где лежат те самые команды. И если мы говорим что-то такое, то первым делом происходит поиск этих команд в одном из этих каталогов. Особенно он мне последний нравится. Поскольку наш каталог не такой, где у нас лежит этот прог, то он и не будет запускаться. Мы можем что сделать? Вот видите, есть каталог Chrome User Beam. Мы можем взять, переместить вот этот MV прог в Beam. Теперь его здесь нету. А вот здесь есть. Вот он. И теперь она внезапно запустится в нашу программу. Если вы хотите запустить прямо из текущего каталога какой-то программы, вы просто говорите точка, слэш и имя программы. Она тоже запускается. Ну, потому что вот это и есть указание каталога, в котором лежит ваш бинат. Вот. Все. Собственно, дальше вы это делаете по кругу. Ровно так, как это делал я. Ну, например, я хочу избавиться от этих самых, от warning. Чтобы избавиться от warning, надо на самом деле сделать вот так вот. И здесь сказать ему return 0. Вот. Мне кажется, этого достаточно. Ну-ка. Та-дам. Все. Вот. Большая просьба, когда вы что-то делаете, всегда читайте сообщения об ошибках. Они для вас. Вот. Это не такое, что у меня программа упала, а все, как бы, жизнь закончена. Да? Они именно для вас. Если компилятор что-то вам хочет рассказать, то это значит, что он что-то, ну, как бы. Вот что здесь за ошибка? Давайте прочтем. Да, совершенно справедливо. Он говорит, что перемены ТТ нету. И даже, видите, применяет искусственный мозг зеленого цвета. Предлагает нам заменить ее на переменную Т, которая там есть. Да прям вообще. Это последний ВЦЦ такой. Я как увидел. Вот. А, кстати, предположение. Что будет вывезено в результате этого кода? Да. Правильный ответ – мусор. Это содержимое стека в тот момент, когда вы вызвали функцию мейн. В который кто-то когда-то что-то положил. Поскольку вы вашу переменную не инициализировали, а только объявили ее локальной на стеке. Было взято оттуда значение и вывезло. Все, у нас время закончилось. Вопросы? Нет вопросов? Тогда я тут останавливаю запись. Вопросы? 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 Вопросы?